Штраф за опасное вождение внесут в текст нового КОАПа. Все подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Это видео будет посвящено теме опасного вождения в тексте нового КОАПа. Я напомню, что термин «опасное вождение» был внесен в действующий текст ПДД РФ, подразумевается здесь пункт 2.7, еще в 2016 году. Согласно пункту 2.7 действующих правил дорожного движения, водителю запрещается опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся. Невыполнение при перестроении требований уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП, препятствование обгону, если указанное действие повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и или движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов или причинение иного материального ущерба. Вот такое вот длинное описание этого термина. Таким образом, согласно вот этому длинному описанию, для того, чтобы вождение было признано опасным, необходимо, чтобы сошлись несколько факторов. Во-первых, нарушения должны быть повторные, то есть неоднократные нарушения указанных пунктов ПДД. К примеру, если человек просто подрезал другого водителя, либо там резко затормозил, когда это не было нужно для предотвращения ДТП, то он за каждый отдельный такой факт привлекается к ответственности по отдельной статье КОАПа. Для того, чтобы эти действия были признаны опасным вождением, их должно быть несколько, то есть это должны быть последовательные нарушения, причем они считаются по отдельности. То есть для того, чтобы вождение было признано опасным, человеку достаточно, к примеру, дважды резко затормозить, то есть один раз затормозил, второй раз затормозил, все это опасное вождение. Либо комбинация вот этих перечисленных действий, то есть он один раз резко затормозил, второй раз кого-то подрезал, то это также считается опасным вождением. Далее, второй фактор, то что вот это опасное вождение должно повлечь с собой опасную ситуацию на дороге. То есть, либо сам этот водитель, который создал опасную ситуацию, должен изменить направление движения, либо свою скорость, то есть затормозить, либо он должен вынудить сделать это других участников дорожного движения. Далее, что касается вот этих перечисленных случаев, перечисленных нарушений, их получается всего шесть. Первое, это невыполнение требования уступить дорогу другому транспортному средству при перестроении, то есть, грубо говоря, когда человек подрезал другого водителя, движущегося по соседней полосе. Второе, это перестроение при интенсивном движении, когда все другие полосы заняты, за исключением разрешенных ПДД случаев, то есть, когда там нужно сделать разворот, поворот и так далее. То есть, если человек едет прямо, никуда не поворачивает, но при этом мечется из одного ряда в другой при интенсивном движении, то это, опять же, соответственно, входит в эту копилку опасного вождения. Третье, соответственно, несоблюдение безопасной дистанции до впередедущего транспортного средства. Это, наверное, тоже вы все прекрасно видели, когда человек сзади на большой скорости подъезжает, прижимается к впередедущему транспортному средству. Бывает даже, что там сигналит, звуковой сигнал подает, мигает дальним светом и так далее. Четвертое, это несоблюдение бокового интервала, но здесь, я думаю, тоже понятно, когда человек, получается, вынуждает других участников смещаться влево или вправо по его полосе, то есть, мешает тем самым движению других водителей. Пятое, соответственно, это резкое торможение, не связанное с предотвращением ДТП. Такое тоже, наверняка, все вы видели на дорогах, таких лихачей, которые то разгоняются, то тормозят в пол, грубо говоря. И последнее, шестое, это препятствование обгону. Такое тоже вы, наверняка, видели, так называемые учителя на дорогах, то есть, человеку что-то не понравилось, он машину обгоняет и перед ней резко оттормаживается. Когда человек пытается совершить либо перестроение, либо обгон, чтобы объехать этого учителя, скажем так, в кавычках, то впереди едущий водитель начинает также либо влево, либо вправо перестраиваться, тем самым мешая совершению перестроения и обгона. То есть, вот из этих шести видов, любая комбинация, либо повторное совершение одного нарушения, либо комбинация из нескольких таких нарушений, согласно официальному тексту ПТД, считается как раз-таки опасным вождением. Как же все это может фиксироваться? Во-первых, ранее, в предыдущем видео я уже рассказывал о том, что на сегодняшний день производители приборов фото-видеофиксации уже начали разрабатывать программное обеспечение, которое при помощи нейронных сетей позволяет на определенном участке дороги выявлять таких лихачей, которых можно привлечь за опасное вождение. Проблема здесь, в принципе, единственная в том, что это должна быть, получается, последовательность нарушений. То есть, невозможно практически такого нарушителя застегнуть врасплох в одной точке. То есть, все это происходит в длящийся период времени и, соответственно, на каком-то участке дороги, а не в одной точке. Кроме того, как ранее рассказывал глава ГИБДД Михаил Чельников, когда этот термин только-только вносили в текст ПТД, для фиксации опасного вождения планируется применять видеорегистраторы, а также видеокамеры, которые могут быть установлены как в обычных патрулях ДПС, так и в так называемых скрытых патрулях. То есть, когда, получается, автомобиль не имеет мигалок и не имеет специальной цветографической схемы. Соответственно, с виду это обычная гражданская машина, но внутри может находиться сотрудник ГИБДД, который производит видеосъемку такого опасного вождения. Кроме того, в будущем предполагается, что для фиксации опасного вождения могут быть применены и материалы видеозаписи, которые сняты неравнодушными гражданами. Но основная загвоздка была даже не в этом, а в том, что опасное вождение официально в текст ПТД внесли в 2016 году, а штраф за нарушение в виде опасного вождения в КОАП на сегодняшний день не внесен. Практически сразу в том же 2016 году, когда в текст ПТД внесли этот термин, в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривал штраф в размере 5000 рублей за как раз-таки опасное вождение. Однако этот законопроект там начали рассматривать, дело, как обычно, затянулось, и в итоге этот законопроект из Госдумы так и не вышел. То есть, там он остался, он не был полностью рассмотрен, не был подписан и не вступил в законную силу. Соответственно, официально на сегодняшний день такого понятия, как штраф именно за опасное вождение в тексте КОАПа нет. Однако, как стало известно буквально на днях, в конце октября 2021 года Совете Федерации рассказали о том, что отдельный штраф непосредственно за опасное вождение планируется внести в проект нового КОАПа. Про это я также рассказывал, что на сегодняшний день текст этой последней редакции КОАПа находится в финальной стадии, то есть он сейчас проходит согласование в Минюсте. После чего, соответственно, уже этот отредактированный последний вариант документа будет размещен на портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения. По информации Совета Федерации, в тексте нового КОАПа заложен штраф в размере не 5000 рублей, как было в первоначальном законопроекте, который рассматривался в Госдуме, а штраф в размере 3000 рублей. Таким образом, если в данной редакции этот проект КОАПа будет утвержден, то одновременно со вступлением в силу этого документа российских водителей смогут официально уже штрафовать за опасное вождение, как я уже сказал, на 3000 рублей. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным. Что вы думаете по поводу этих изменений, вы традиционно можете поделиться своими мыслями в комментариях. Всем удачи на дорогах и всем пока!